Продолжение следует... Докс 8 часто стал проявляться в северо-кавказских республиках, а также у нас в Краснодарском крае. По словам специалистов, период опасной активности солнца с 11 до 2 часов дня. Так чем же опасно солнце, какие последствия оно может принести нашей коже и как защитить себя от неблагоприятного воздействия? Все это за 13 минут. Обсудим с врачом-косметологом Натальей Черноморова. Мои гости сегодня. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Я уже озвучила инфоповод. Опасное солнце накроет Краснодарский край. Статьи с такими заголовками все чаще мы в этом году, я бы сказала, чаще, чем обычно даже видим. Сегодня на новостных лентах. Так чем же солнце опасно? Какое неблагоприятное воздействие оно на нас, на наш организм приносит? Алла, вы правильно сказали, что активность солнца у нас регулируется ультрафиолетовым индексом. Это индекс, который определяет опасность солнца. Но если индекс не превышает 3 единицы, вы можете безопасно гулять и наслаждаться солнечными днями. Но если индекс у нас от 3 до 7, это считается опасный индекс. И в такую погоду вы должны носить закрытую одежду, защищаться солнцезащитным кремом. Ну и, конечно же, ограничить время пребывания на солнце. Если индекс у нас превышает 7 единиц и доходит до 11 в такие дни, вы должны исключить время пребывания на солнце и лучше находиться в помещении. Все-таки мы наносим только на лицо, защита должна быть только лица или нет? Или всю кожу мы должны защищать? И руки, и какие-то открытые участки на ногах? Обязательно. Лучше наносить солнцезащитный крем, находясь дома в раздетом положении. То есть локти, колени, икроножные части, обязательно шея, зона декольте. Все должно быть защищено. Не локально, то есть массово мы защищаем всю поверхность тела. Причем наносить солнцезащитные средства вы должны как минимум за 20 минут до выхода из дома. Сколько у них действия у таких солнцезащитных средств? Ну, то есть, условно говоря, я понимаю, что мне в 9 утра нужно выйти на работу, и потом я где-то буду еще на улице появляться. Нужно ли будет мне добавлять в течение дня такую защиту? Обязательно. Фильтры нужно обновлять каждые 2 часа. За счет того, что мы потеем, выделяется пот. Одежда также путем трения смещает фильтры. Поэтому вы должны обязательно наносить повторную защиту каждые 1,5-2 часа. Я сейчас сказала про себя, но понимаю, что есть еще у нас у всех мужья, дети. Нужна ли такая защита им? И есть какие-то градации, какие-то тонкости, как мы будем защищать детей? Эти люди, которые называются мужчинами, часто пренебрегают защитой. Поэтому тут уже ложится ответственность на супругу. Что касаемо детей, это особая у нас прослойка населения, которую мы должны защищать сами. И, конечно, у детей особая защита. То есть мы наносим средства также заблаговременно. Причем градация средств для детей, это регламентируется возрастом. То есть если у нас малыш до 3 лет, мы должны, соответственно, покупать средства, которые предназначены для детей младшего возраста. Если у нас ребенок от 3 до 14, мы подбираем особые средства, как правило, они более жирные. Но это уже для детей постарше. Обязательно защищаем, потому что у детей очень тонкая кожа, очень чувствительная, которая подвержена дерматитам и различным кожным высыпаниям. Наталья, вот я уже озвучила, что существует мнение о том, что раннее солнце, вот как раз-таки в конце мая, в начале июня, оно очень опасное для нашей кожи. Но знаю, что здесь есть еще и расхожее мнение специалистов о том, что все-таки здесь имеет место быть и наша неподготовленная кожа. Мы все-таки все очень бледные, даже те, кто быстро загорают после зимы. Как-то можно ее подготовить к загару для того, чтобы наименьший вред солнце нам нанесло? Да, конечно. В любом случае вредное воздействие солнца – это всегда потеря влаги. То есть для того, чтобы подготовить, например, кожу к отпуску, мы можем насытить ее этой влагой. Для этого в косметологии есть определенные процедуры, такие как биоревитализация. Это интродермальное введение гиалуроновой кислоты, которая создает защитную прослойку, такую гидролипидную мантию. В таком случае, когда девушка или мужчина подходит на солнце, и у нее есть защита определенной гиалуроновой кислоты, мы не теряем влагу, мы замедляем старение, и действие свободных радикалов практически незаметно. Также процедура мезотерапии – это поверхностное введение препаратов, гиалуроновой кислоты, витаминных комплексов, которые создают гидролипидную мантию на поверхности кожи, которая также дает определенную защиту и замедляет старение. К тому же я рекомендую за две недели до отпуска поставить препараты ботулотоксина. Как правило, когда вы выходите на солнце, у вас появляется излишняя мимика. Излишняя мимика формирует дополнительные морщины. Препарат ботулотоксина позволит скомпенсировать эту негативную мимику и, соответственно, сделать профилактику морщин. Что летом ни в коем случае делать нельзя, что вы как специалисты не рекомендуете в летнее время? Конечно, нельзя делать те процедуры, которые нарушают верхний эпидермис. То есть нарушения покрова могут вызвать гиперпигментацию. Это такие процедуры, как лазерная шлифовка, это срединные глубокие пилинги. Эти процедуры ни в коем случае нельзя выполнять в летнее солнце, которое также вызовет пигмент, провоцирует избыточный выброс меланина. Потом мы очень тяжело избавляемся от этой гиперпигментации, которая страдает 80% женщин. Мы с вами говорим о том, когда ярко светит солнце, когда невооруженным глазом видно, что оно действительно опасно, тем более если мы говорим об 11 до 2 дня, вот этом времени опасном. Но все же, если облачно, вот знаю, что некоторые наивно полагают, что значит солнце никакое неблагоприятное воздействие на нашу кожу не несет в это время. Так ли это? Что говорят врачи? Ну, это мнение действительно обманчиво. Сквозь облака у нас рассеянные лучи солнца проникают в количестве 80%. То есть это показатель, который говорит о том, что мы все равно подвержены солнечному влиянию, излучению, и в эти безоблачные, как и облачные дни мы должны защищаться от солнца обязательно. То есть наносить также защиту, не находиться под прямыми солнечными лучами, даже несмотря на такую полупасмурную погоду. Наталья, если все-таки солнце не пощадило, ну, или в опасные часы вышел человек, или очень длительно на солнце пребывал, и все-таки мы получили, вот, ну, что называется, обгорели, да, вот такую очень неприятную процедуру, начинают шелушиться кожа, чесаться. Ну, всем знакомы, да, наверное, эти симптомы. Что советуют врачи в таком случае? Знаю, что многие прибегают к таким народным способам, вспоминают о том, что есть сметаны, кефир, и очень часто бабушки советуют, да, вот, помажьте. Все-таки рекомендуете или нет? Если не эти средства, то чем спасаемся от неблагоприятного воздействия солнечных лучей? Ну, я не сторонник народных средств. Я все-таки, как врач, больше ратую за средства доказательной медицины, как правило. Если, к сожалению, произошла такая ситуация, что человек обгорел, все красное щиплет, мы должны наносить жирные крема, успокаивающие, как правило, пантенол содержащие. Если у нас идет отечность, то, как правило, мы обращаемся к врачу, ну и, как минимум, приобретаем антигистаминный препарат, который пьем внутрь. Он поможет снять отек и болезненные ощущения. То есть два фактора – антигистаминный и увлажнение. Давайте сейчас дадим советы тем женщинам, которые в отпуск собираются. Женщинам, мужчинам, собственно, и с детьми. Лето у нас впереди. Все-таки, понятное дело, все мы хотим красивый загар получить, но при этом минимизировать вредное воздействие солнца. Что необходимо помнить? Давайте такой свод правил сейчас озвучим. Давайте первоначально, когда мы собираемся в отпуск, мы приобретем солнцезащитный крем, на котором написано SPF – это Sun Protection Factor. Этот крем должен содержать фильтры не менее 30. Что такое 30? Это фактор, который защищает кожу на 97%. То есть это значит, что 97% солнечных лучей будут отражаться. В то же время, если вы возьмете крем с SPF 50, он будет отражать не намного больше – 98%. Считается, что все, что выше, да, 100 SPF – это уже маркетинговый ход. Потому что 98% – это уже отличный фактор защиты. То есть 100% не бывает или как это расценивать? Бывает, но SPF 50 защищает вас на 98%. Вполне хватит, да? Я думаю, что не стоит, да. Все-таки 100% вы не получите никогда. Итак, во-первых, выбрали хороший крем. Себе один, детям другой. Если на креме такой нюанс написано, что он водостойкий, это не значит, что вы искупались и не наносите его вновь. Это значит, что он будет держаться немножко дольше. Но после купания вы должны обновлять этот слой. Второе – заблаговременно позаботьтесь о своей коже. То есть за 2 недели вы можете сделать ряд важнейших косметологических процедур, чтобы с отпуска приехать еще лучше, чем вы были до, а не как печеное яблочко. Я уже говорила, что это ботулинотерапия, постановка ботокса, чтобы избежать образования излишних глубоких и поверхностных морщин. Это биоревитализация. Также за 2 недели мы вводим гиалуроновую кислоту в эпидермис, дермальный слой для того, чтобы кожа напиталась, насытилась влагой и во время агрессивного воздействия солнца в отпуске уже не иссушалась. Ну и третье. Конечно же, мы можем сделать поверхностный пилинг. Есть ряд поверхностных пилингов, которые выступают кератолитиками, для того, чтобы загар лег более ровно. Это пилинги миндальный, молочный. Их несколько штук. Вам подберет оптимально ваш косметолог, который будет вашим врачом. Вы можете сделать этот пилинг перед отпуском и выровнять тургор, и придать коже сияние. С такой подготовкой кожа после отпуска скажет вам спасибо, и будет очень красиво. Наталья, все-таки сколько часов в день рекомендуете на солнце проводить? Не более какого времени? Давайте я озвучу часы. То есть вы должны проводить на солнце до 10 и после 17 часов. Это безопасные часы. Я рекомендую проводить первоначально 15 минут в первый день отпуска, а потом по 15 минут мы добавляем. Но не более 2 часов. Все-таки 2 часа – это уже такой предельный срок. Но 15 минут на солнышке никогда вреда не нанесут, потому что мы знаем, что солнечные ванны, они помогают синтезировать очень важный витамин, витамин D, который является источником крепости наших костей, зубов, волос, здоровья кожи. Ну и в завершении давайте все же модные тенденции озвучим. Что сейчас у нас в тренде? Ну вот такая глубокая смуглость, да, так это назову, такой вот шоколадный цвет кожи, или все-таки какая-то бледность голубых кровей, или что-то среднее? Ну я думаю, это золотая середина. Сейчас очень радует глаз песочно-золотистый оттенок кожи, натуральный. Прошли те времена, когда у нас девушки выглядели как курочка-гриль, то есть бегали в солярии, что я категорически… В свое время очень модно это было, да? Да, солярии категорически не поддерживаю, потому что там расстояние от лучей до лица очень минимальное, что также накапливает свободные радикалы и повышает риск онкологических заболеваний, и также родинки, которые попадают под такое воздействие, рискуют превратиться в меланомы. Поэтому сейчас мы выбираем золотую середину и ходим красивые. Голубая бледность, она придает достаточно болезненный вид, поэтому немножко… Ищем 15 минут. Еще 15 минут, я вас поняла. Наталья, благодарю вас за эту беседу. Напомню, это были 13 минут вместе с врачом-косметологом Натальей Черноморовой. Спасибо, что провели их с нами. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok